приветствую всех ребятам на фасткапе под номером новый же фасткап мы кстати комментируем и это фаска под номером 8729 и сошлись у нас такие команды как ммд и вай джи так и смотрим что у нас забанили что пикнули команды айджи вай джи точнее забанили тайтхантера вайпера снайпера и тролля и взяли джиггернаута рубика из кайрос мэйджа а ммд забанили акса сфа венгу и шторма и взяли леона вич доктора и бристалбека что же посмотрим что из этого получится а пока ждем четвертых пиков это фантом ассасин ммд взяли фантом ассасин очень неплохо под леона под станчик под кассочки вич доктора под подхил должна развалить фантом как типа ли sky 1 мэйдж там пару критов или даже смотря будет минуты игры уже даже с одного крита он будет умирать в принципе как и рубик ну джиггернаут тоже не очень плотный герой поначалу поэтому но в принципе как и фантомка но фантомку то выручает видео и выезжали а джиггернауту просто трудно так ну что же давайте пока глянем статистику обеих команд так что у нас имеет команда ммд это их 6 матч у них только одна победа и 4 поражения а у команды вай джи 30 матчей это 30 20 побед и 9 поражений будет ли это статистика 21 на 9 или 20 на 10 мы сейчас узнаем с вами не в то же время будет ли ммд повышать себе винрейт на star ладжи тоже мы об этом узнаем так берут бремастера четвертым пиком команды вай джи интересный пик бремастер может здесь хорошо зайти тем более есть у него криты есть у него закидывать миссы по фантомки например и то есть фантомки нужно собирать бкбшечку будет чтобы как-то все и выйдет и выйдет до рубик что может своровать здесь рубик дам все саппорта он может просто все вырвать все полезны стан хекс там высасывание маны палец например палец очень хорошо тем более потому что три героя здесь поначалу тоненькие до мид гейма так забанили ммд феникса и вай джи забанили сайленсера окей так последние пики последние пики пошли есть очень много времени у команд подумать у команды ммд это минута всего времени и у вай джи это 50 секунд так что сейчас команды решат что пикать и начнется игра довольно интересные пики обычно джиггернаута там банят первыми постоянно в первые банны он отправляется также сама как и фантомка ну и пирут берут queen of pain команда ммд будет квопа стоять против брюна мид лыне понятный пик и сейчас нужно взять только в вай джи какого-то хард лайнер 10 секунд уже даже 5 секунд остается основного времени но есть еще и дополнительные что времени у ребят еще есть довольно таки немало чтобы подумать кого же они возьмут нужен какой-то очень хороший хард лайнер который зайдет в этот пик и кто это это тимберсу ну что же тимберсу это неплохо но блин я думаю или они забанят клокерка они не банки я думаю клокерк был бы немножечко получше в этой игре чем тимберсу так ладно ну как кола на queen of pain на габидолага на фантом ассасин вегас даллас на брестолбеке кисми кракен на лионе и руби рот на видишь докторе это команда ммд и мы желаем удачи за сторону дайр у нас эрор на брю мастри а им хокаги на джиггернауте black 228 монстр у нас играет нам скайрос мейджи на рубики играет ред токио и в хард лейн на тимберсове отправляется уважаемый вот так вот видимо расстановку довольно таки обычная трипла в изи лейн в лейне стоит брюмастер и в хард лейн идет тимберсов тоже но сейчас хорошего расставить это здесь был бы неплохой вардец но выходит трипла трипла веже доктор ли он вместе с фантом ассасин веже доктор сразу же касочки вкачал поэтому вместе с лионом 2 станы очень неприятных каски идут на секунду и лир спайк тоже идет на секунду какие драка сейчас будет за руду но очень далеко стояли стоял джиггернаут вместе с и скайрос мейджем и поэтому руду на топе отдали queen of pain а на ботами фантом к забрала эту руду что же ладно пошли стопить крипов как следует сейчас мид лейне ну брюмастера получше получилось потому что он только стоял возле своего хг и ожидал крипов не смог он залоситить ничего сейчас должны идти стаки идти от воды и все должно быть хорошо в обеих командах рубик пошел сразу же на отводы от вот первый пошел и ли он ждет для того чтобы стакнуть а потом уже отводить окей мид лыни закидывает своими шедоу страйками квопа проседает неплохо брюмастер уже пол хп у него нету есть три запуленных тенгурса поэтому немножечко сможет отхилиться не знает гриппочка но сейчас может копать ехать нет копа не отъезжает и брюмастер что нет хп у него останется таунт выживет маке но если бы зашел бы по-другому немножечко если бы нет копа здесь выживает если копа сейчас 3 получите и прокачать скримов пейнт прыгни сейчас на это прямо нет не хватит не хватит 85 урона у брюмастера 224 хп потому не хватит брюм прилетает уже вот квопе летит уже видим идет вотл крипы уже зашли прям за вышку хорошие отводы делает и немножечко не добывает фантом к видим покрыть статуе идут ровно 10 292 керри обеих команд поэтому все довольно таки неплохо брюмастер забирает руну инвиза трейдер у него есть вич доктора забирает баунти руну стоит вард команды вайжи и что есть у тимберсоу точнее как у него стояние на линии очень плохо у него ноль на ноль просто крипстат у того же бристалбека на хардлэйне 8 на 1 также как и у мидера команды вайжи чтобы принимать или нет нет если что у него тимберсоу отсюда уйдет если все подойдет если ближе бы подошел и залетели каски то можно было бы не уйти может нет 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 хватило маны еще даже есть немножечко 90 маны на еще один блин поэтому папа выживает если бы не было у нее маны то сейчас бы отъехала и все было бы у нее плохо что брюмастер брюмастер отвез свой боттл на подзарядку на базу и сейчас принесет себе еще вместе с ними сапог темперсон начинает активно фармить под вышечкой 4 на 0 у него уже крипстат очень хорошо ну бристалбека 9 на 1 у него дела можно сказать идут получше сейчас если бы впрыгнул хотя нет вам бы отъехала и может быть и отъехал бы брюмастер сейчас будет драка на руне и решил игрок который играет на квапе ну как пола отдать эту руну и это региенко очень хорошо брюмастера сейчас подфартило то что он нашел реген должны саппорты контролить руну на ботами чтобы квапа хотя бы дошла я не понимаю почему квапа не будет ботал к фонтану очень странно но уже бы давно у нее было три заряда она просто ждет окей так пятая минута фантомки появляется уже фейзы а уже гернаута морбит маска и сапог есть хорошо в 3 вкачана пассивочка у бристалбека поэтому ему вот эти вот аркан болты вообще не ощущается и на ботами на ботами у нас фирсблат да фирсблат собирает фб ли он очень хорошо убивает им дирсов и хороший маленький пустик можно сказать для этого лиона который может потратить потратить теперь эти деньги на там либо транквилы и покупать варты и но брэкин труда из что ты еще если ему надо так видим что у брюмастер в два раза перефармливает queen of pain аква побегает лоу хп и без маны брюмастер 900 золота собирает он себе уже на блин дайгер нужно очень сильно здесь цеплять есть кого вот смотрите аркин болт и вообще не даже не сдвинулась полоса кп бара поэтому иди мид такое что же смотрим дальше что у нас там на первом месте бристалбек ой бристалбек джиггернаут по крипам на втором находится phantom assassin разложилась панда брюмастер должен сейчас убивать не добьет нужно принимать нужно хотя бы вещь доктора забирать зачем гнаться за этой хотя могу добить не попал не попал да ладно четыре мяса подряд что это вообще такое вообще законно или нет брюмастер сейчас может нужно было сразу забирать саппорта потому что бегать за этой фантомка это было конечно не очень идей в итоге фантомки самой достается килл и брюмастер только забирает видж доктора умирать им бирсов стопит понемножечку бристалбека уходе джиггернаут джиггернаут совсем немножко у ю ю и какой же залетел успеем просто бог спину бристалбеку и он отъезжает так вард вард первого уровня поэтому очень мало выхиливать но ничего хорошо что есть уже у джиггернаута мол и он отхиливаться довольно таки неплохо тавр у тавра просто осталось уже 150 хп на ботами очень быстрый тавр для такой триплы не сильно пушащий так нормально нормально рубик рубик должен сейчас отводить ну что очень далеко уже крипы зашли и бресталбек сейчас подфармить неплохо сможет минус тавр на ботами забирает его вич доктора есть транквилы уже у лиона еще и варты купил все хорошо сейчас идет у этих саппортов вич доктор 500 золота если что каркан будет сам если он будет их сейчас сразу же собирать слетает квапа крикнула просила на пол хп и заюзла руну инвиза что на топе на топе вроде бы нет не сходятся герои окей уходит уходит брюв мастер куда в ганг на топ есть у него правил сплит или же он просто подфармит на думает наверное правильно решение делает ему осталось 300 золота дублинг даггера и потом уже можно будет и заходить заходить гангать трипла трое человек вместе с квапой идут на топ ну не увидели нету варда у них видят только рубик потому что стоит вард у команды ммд пошли искать леса но в лесах уже никого нету все равно хотят кого-то выцепить не хотят уходить без скилла с этого леса но понимаешь что здесь нету никого вылетели вылетели на бристаллбека пошел подкоп хорошо маны нету жиггернаута mom mom он прожал но сейчас может от мамы от этого и отъехать боже уходит очень повезло что переагрили ну каски перелетели просто по гриппам не обратно в леса вылетели и что заводили на штормовую панду финнов пейн могут сейчас продать рубика но рубик уходит если не телепорт телепорта нету и нужно сейчас от хилиса каким-то образом между доктор приходит всех просто моментально отхиливает летает по брюмастеру и брюмастер минус папа собирает этот килл думаю здесь ультовать можно ну можно было бы и не ультовать потому что у него там по-любому он отъезжал закидывал там свои сопики при стал бэк и поэтому замедление очень сильное было у брюмастера так что мы видим тимберсов есть уже у него аркейн бутсы джиггернаута 5 левел только 5 левел фантомку фантомку нужно сейчас забирать если часть не заберут фантомка уходит если бюрмастер бюрмастер сейчас должен прыгать ну почему он не прыгал фантомка важнее цель чем бристалбек можно было бы убить просто с одного клэпа с одного клэпа можно было бы и убить маны нет ни у кого только что был такой маленький хороводик вокруг товара и пошел лишь доктор выхиливать фантомку на ботами много очень крипов три рейдж крипа 2 милишных еще там сзади подходят и будет сейчас понемножечку вышка проседать джиггернаут решил пойти поп подфармить грипов есть у него только листа золото мом и фызы поэтому нужен ему фарм побольше ну а гристалбек сейчас неплохо под фармит на ботом лейне что там джиггернаут фармит до сих пор крипов в лесу у фантомки уже есть доминатор нужно и только немножечко еще подождать чтобы курица принесла берем мастер уходит приобретать на а у него не было блинг даггера до сих пор окей без блинка если бы был блин конечно то можно было бы спокойно ворваться тогда по фантомки и видео но если блинка не было то это немножечко плохо рубин бегает пятый уровень скоро у него будет шестой и будет он воровать все что захочет так бристалбек под хостой может забирать этого тимбер со если даже захочет но прилетает здесь бремастер дайор металла кризис лилл а и прилетает скай 1 match будут дефит т1 сейчас есть ультимейты у всех а у леона пол шестого левела и у доктора еще много тоже полу левела к шестому хорошо впрыгнул здесь у у ю ю три мастер хорошо пригнул и скай 1 меч убирает убивает queen of pain эти берсу убивает ли она был потрачен нет не было даже потрачено ультимейтом мистик флеера у скай 1 меч поэтому все только что было очень и очень хорошо смотрим фантомка есть у нее 600 золота что она будет себе сейчас старить сейчас очень важный момент что она будет брать должно быть это какой-то бкб или что еще так и и уходить все у нее два крита просто два крита подряд и минус рубик это дабл килл для фантомки смотрим сколько она только что дэмэджа внесла она внесла 1046 дэмэджа с руки шел пока по бремастеру бремастер разложился это минус бристалл бэк нужно добивать бристалл бэк это закинь ты уже что-то нету ничего так умирает бристалл бэк хорошо и станчики есть у панды у панды и станчик земляной хорошо расконтролил пандой и сейчас клэп клэп есть был же клэп нужно было клэпать теперь уходить теперь не уйдет блин и вообще добивать с руки не смогут минус бремастер от минафейн и кинафейн еще убивает шекер наута это минус 4 просто так вот на линии 4 в 2 всего размен и 1179 зарабатывать золото команда ммд смотрим по графикам они стремительно вырываются вверх 3000 у них преимущество по xp тоже две с половиной и что же будут делать эти ребята давайте переключимся на нет ворс и смотрим 6 до 100 вопы нет ворса довольно таки хорошо для 15 минут и что и летит уже и летит огар клапки все-таки будет делать она бкб-шечку и это правильное решение очень даже и правильный так намет ныне замес ставится для smart хороший ты smart и это минус 2 давайте лишь доктор бюрмастер ахва па убивает рубика хорошо проседает уже сразу виду вайджи и сносит да еще и команда ммд на мид лейне джекерна тоже сейчас в фарме покупать себе яшу сейчас он должен фармить 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 быстрее все все леса если бы ему еще и стопили чтобы он просто под вардом зашел и забрал все стаки которые там бы были было бы очень хорошо ну вы вы к сожалению никто ему не стопает даже скажешь мышь видит хосту будет ли ее кто-то забирать здесь или же просто оставить бюрмастера бюрмастер есть вот поэтому я уже подумал в кого-то они так ворвались и быстро разложили но это были всего лишь крипы и покупать бристаллбек себе уже вангвард вангвард купил ему еще 300 золота и у него будет уже птшка так и пишет бристаллбек что у него отошла мышка ничего подождем сегодня мы уже очень много ждали было там финале прошлого фаска по которым мы стримили сегодня очень и очень долго но долгая была пауза больше где-то минут 9 это так так и пошли играем дальше так вопа 5 500 у нее нет ворса клопа очень даже неплохо 10 и уже блин один объем скоро будет второй даже уже сейчас можно заходить покупать потому что голды хватает забирает еще и савар на топе неплохо есть рецепт на ворси так что остается 400 золота дофарбить клопе и будет у нее орчит это просто крит с даггера смотрите просто вот так вот чик и все крит с даггера очень жестко что там еще ну фантовки 11 level так и клопа 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 300 золота осталось в middle lane выходит сейчас четыре героя команды войти но быстренько они отошли после того даггера нужно сейчас забрать баунтиру ну чтобы не отдавать но это плюс голда и плюс опыт для фантом ассасин и всего-навсего ей теперь остается 700 золоток бкб так сбивает моментально брюмастера украл рубик палец но его очень быстро убили и умирает здесь еще и скайрос мэйдж и одержает еще и тимберсон выкупается брюмастер но брюмастер сейчас может поплатиться нужно убивать земляную побыстрее панду подняли в юла секунда к стану но приходит джиггернаут сразу начинает крутиться у ее ее как же жестко джиггернаута нарезает минус джиггернаут и бремастер уходит конечно после байбек у него только вот заканчивается штраф за золото это джиггернаута год гейм был плейт ну что можно сказать называется просто загнобили взяли тонкий герой все ребята из команды войти и быстро очень их разломили есть два хороших стана есть экспанс моментальный пирт дэмэдж массовый точнее институт массовый тоже дэмэдж от квопы и вот такая вот получилась игра и что же мы давайте ждем следующий матч я сейчас даже скажу сыграли или нет они уже и да уже сыграли нижняя нижняя сетка поэтому давайте переключаемся пока на музыку и потом ворвемся на следующий матч